Привет, умники! Сегодня узнаем, что загрязняет наш мозг, попробуем эликсир молодости отечественного производства и заглянем в возможное прошлое нашей планеты. Подробности далее. Новое исследование физика Барбары Майер из университета Ланкастера в Великобритании доказывает, что большая часть ферромагнитных частиц в нашем мозге – результат загрязнения окружающей среды, а не продукт естественного метаболизма. Как специалист по магнитному загрязнению атмосферы, Майер знала, что множество подобных частиц проникает в воздух из труб ТЭЦ и других предприятий. Диаметр наномагнитов не превышает 150 нанометров, поэтому они легко попадают в дыхательные пути, а оттуда в мозг через обонятельные рецепторы. Вред, который приносят такие частицы, до конца не изучен, однако исследование Майера и ее коллег может положить начало новому направлению в изучении экологических рисков. Ведущий научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Корнауков решил на себе опробовать технологии консервирования молодости. Он хочет зафиксировать свой возраст на уровне 55 лет. По мнению ученого, технология абсолютно безопасна, потому что в омоложении используется органический материал самого подопытного. Мужчине пересадит его же костный мозг. Если эксперимент ученого завершится благополучно, можно будет с уверенностью сказать, что наука победила старость. Организм человека стареет из-за накопления в его клетках ошибок, однако клетки костного мозга будут тормозить этот процесс. Их пересадка не только улучшит состояние организма, но и восстановит многие его функции. Исследователи из университета Райса говорят, что около 4,5 миллиардов лет назад планета размером с Меркурий врезалась в Землю, чем запустила эволюцию жизни на нашей планете. Так как это был массивный удар, то динамика столкновения могла сложиться так, что ядро уничтоженной планеты сразу дошло до ядра Земли, а богатые углеродом мантия смешатся с мантией нашей планеты. Следует отметить, что доказательства такого эпического столкновения пока лишь косвенные. Ученые соглашаются, что необходимо провести большую работу для поддержки теории, но если теория справедлива, то жизнь на Земле это результат чудовищного катаклизма, а это заставляет нас по-другому посмотреть на то, как могла развиться жизнь на других планетах. Это были самые сенсационные новости науки на сегодня. Пока!